Смотрите сегодня. То хорошо, то плохо. Стиву Грэму не везет дважды. Так весь груз снесет. Во время жесткой поездки по Красному Центру. Порой неприятностей целая тонна. Покоритель пустынь Барнзи. Непростая дорога. Берет непростые высоты. Отсюда так просто не выбраться. На отчаянной спасательной миссии. Он должен быть где-то здесь. И Турбо вернулся. Просто невероятно. В попытке вернуть свой бизнес к жизни. Давай. Газуй. Реальные дальнобойщики. На окраине Перта Стив Грэм готовится к одному из самых длинных путешествий за свою 40-летнюю карьеру. Еще одна поездка по нашим дорогам. На этот раз по-хорошему. Всю свою жизнь Стив ездил по самым непростым дорогам страны. Очень плохие новости. Он гнал свой грузовик там, где грузовики не ездят. Теперь со своим верным другом Тинни Стив бороздит две самые грязные дороги Австралии. Великую Центральную и Танами. В этот раз ему придется проехать по обеим. Можно установить и электрические домкраты, но такие старики, как я, предпочитают механические. Стив Грэм. Груз состоит из стального профиля, и это только первый. Стив везет два прицепа со строительными рамами для отдаленного поселения Абариена в Центральной Австралии. Это первый из трех отдельных грузов, которые нужно будет доставить в этот раз. Поеду по прямой, прямо по грязи, до Алис Спрингс. Там разгружу, а после повезу контейнер со всякой мебелью, кроватями, шкафами и прочим, прямо по дороге Танами. Не так-то просто. К тому же у Стива всего девять дней на выполнение этой работы, иначе он потеряет следующую. По моим подсчетам получается так. Так, 2700 километров до Алис Спрингс, еще тысячу на север по дороге Танами, а потом еще 3000 километров до дома. Хорошо так прогуляемся. Из Эрта Стив поедет по большой пустыне Виктория до Алис Спрингс, затем по дороге Танами на север до Балго и Холлс Крик, после чего вернется домой. Это огромная петля в 6500 километров, и примерно треть дороги — это выжженная солнцем пустыня. Вперед, пора в путь. Итак, полный бак, кажется, все в норме. Отправляемся в дорогу. Поедем по бездорожью, все может случиться. В начале пути Стив должен быть уверен в своем грузовике, но последний ремонт не дает ему покоя. В одном из дополнительных бензобаков сломалась крышка. Я ее заменил, но... Теперь надо следить за этим бензобаком. Не хочу обнаружить протечку и еще меньше, остаться без бензина посреди пустыни. После тысячи километров по гладкому асфальту Стив готовится к поездке по Великой Центральной дороге. Для этого он спускает давление в шинах. Это смягчает ход на кочках и неровностях и щадит грузовик. Новая крышка на бензобаке, кажется, держится. Но под капотом обнаруживаются признаки еще большей проблемы. Похоже, масло течет, и мне это не нравится. Если в двигателе Стива закончится масло, он вскоре сломается, оставив его без колес на неделе. К тому же ремонт обойдется в пятизначную сумму. Пустыня Симпсон. Голая равнина размером с половину Германии в глухой центральной части Австралии. В пустыне Симпсон нет дорог. Лишь накатанные тропы среди бесчисленных песчаных дюн. Здесь все немного поменялось. Учитывая нехватку еды и воды, здесь можно запросто попасть в большую неприятность. Сюда нельзя соваться неподготовленным, иначе можно застрять. В 2012 году здесь погиб человек. С момента поломки его машины не прошло и 12 часов. Выжить в таких условиях, как и везти машину, может не каждый. Что случилось с этой штуковиной? Ты не в курсе, Грант? На краю пустыни Симпсон, в небольшом городке Бёрдсвилл, 61-летний Питер Барнс или Барнзи – единственный, у кого есть гараж. Собаться в этой пустыне – дурацкая затея. Он работает механиком вот уже 30 лет, а мастером на все руки является и того дольше. Я чиню... Все. Скажите, что починить, и я это сделаю. Барнзи. Если речь идет о поисково-спасательных операциях в пустыне Симпсон, Барнзи – эксперт. Первое, что приходит им в голову, и как мне теперь отсюда выбраться? Но помощь не за горами. Его тайное оружие – МАН. Старый немецкий военный грузовик, который может пройти там, где другие не пройдут. У этого грузовика золотое сердце. Грузовик оснащен 13-литровым двигателем В-8, мощностью 265 лошадиных сил. И ему предстоит пройти испытание на прочность. 170 километров. Среди пустыни застряли три человека, и только Барнзи может их найти и вытащить. У них полетела ось, кажется, на ленд-ровере. Ему сказали, что они там уже два дня. Ему нужно спасти их, пока у них не закончилась провизия. Из Бёртсвилла он отправится на запад вглубь пустыни, где, как он думает, находятся путешественники. Хорошо бы делать чуть больше 20 километров в час. Быстрее не получится. Но едва Барнзи собирается выдвинуться, как поднимается штормовой ветер, способный передвигать дюны и заметать следы. Машину надо будет загрузить на прицеп, а это непросто. Задача Барнзи осложняется. В своем домашнем офисе в Брисбене, Квинсленд, Питер Титов или Турбо не знает, куда девать свободное время. Турбо очень давно не выходил в рейс. Настала эра доминирования ПНГ-трэнспорт. И забросил идею создать империю грузоперевозок. Для этого нужна сотня, а то и две грузовиков. В итоге он сам, его грузовик и банковский счет оказались на грани банкротства. Путь к богатству оказался закрыт. Я иду на очень большой риск. Это мне совершенно не нужно. И теперь мечты о богатстве уже не кружат ему голову. Турбо едва сводит концы с концами. Уже много недель у него не было хорошей работы. Это доводит меня до слез. Как бы он ни старался, он не может найти заказ. Как же трудно. Невыносимо. Худший кошмар для владельца грузовика. Могу отвезти какой-либо груз отсюда до Дарвина. Если что-то будет, мы с вами свяжемся. У меня тут грузовик ждет, пока ему найдут груз. Я передам боссу, чтобы он посмотрел текущие заказы. Хорошо, спасибо, пока. Работа стоит, а счета продолжают поступать. За всякую мелочь приходится выкладывать деньги. Я назвал ему цену, а он говорит... Нет, приятель, это слишком дорого. Турбо. Днем Турбо водит грузовик, а ночью помогает своему лучшему другу Джеймсу. Не думайте, что этого достаточно. Это Джеймс, мы в клубе Киссис. Я помогаю налаживать аппаратуру, своего рода администратор. Тут постоянно возникает целая куча проблем. Мы познакомились сто лет назад, в караоке. С тех пор мы друг к другу как братья. Он относится ко мне лучше, чем мой родной брат, поэтому Турбо – член моей семьи. Водить грузовик у него получается лучше, чем петь в караоке. Следующим утром... Проще простого. Приходят долгожданные новости. Из Саншайн Кост в Дарвин надо перевезти 7-метровую лодку. Появляется груз, и прицепы Турбо начинают быстро наполняться. Если они хотят получить груз на выходных, я могу выехать завтра утром, а быть там в воскресенье. Груза все больше и больше. 6, 8, 2. Проще простого. Спасибо, созвонимся. До связи. И он все поступает. Да, он подтвердил, что мы все это берем. Представьте, что на вашем плече оказался весь мир. Так вот, только что с меня сняли половину груза. Пока все отлично. Турбо возвращается в игру. Марафон Стива Грэма по Центральной Австралии длиной в 6500 километров не задался. Похоже, тут у меня утечка масла. И мне это не нравится. Ему нужно найти источник проблемы. Но он не видит ни одной протечки. Может, пятно оставили ребята, которые меняли масло? Стив надеется, что это просто пятно после последней замены масла. Да. Ему придется рискнуть и вернуться на дорогу. Попробую сегодня проехать 400 километров. В итоге окажусь за кольчакаджарой. Стив больше не может задерживаться. Если хочет успеть, взять следующий заказ через 9 дней. Через 100 километров по Великой Центральной Дороге Стив достигает конца асфальтированного полотна. Теперь дорога станет хуже. И я беспокоюсь, выдержит ли груз такую вибрацию. Но вибрация вредна не только для груза. Тряска вредна и телу. На каждом километре такой дороги встречается до 2000 кочек. В подобном путешествии груз и водитель испытывают на себе миллионы пробирающих насквозь толчков. Трясет ровно так, как я и думал. И тут сквозь пыль Стив замечает, что что-то не так. Крепление лопнуло. Еще бы такая тряска. Все вибрирует и скачет. Расшатывается и ходит туда-сюда. Это-то меня и волнует. Никому не нравится получать поврежденный груз. Хорошо бы добраться до цели. И его мучения возобновляются. Следующие несколько сотен километров растянутся в бесконечную тряску. Вот вам и внедорожная езда. То хорошо, то плохо. Стив уже преодолел 400 километров бездорожья. Ни езда по другой полосе, ни снижение скорости не приносит облегчения. Солнце почти село. Езда по такой дороге в темноте может обернуться катастрофой. Остановлюсь. Продолжу утром. И еще один трос лопнул. Похоже, на кочках они перетираются обо что-то острое. Строй материалы целы. Но расписание Стива распадается. Хотел бы я уже сегодня выехать на асфальт. Но дорога слишком плохая, чтобы ехать по ней быстро. Стиву нужно быть в Алис Спрингс уже завтра утром. Но впереди еще 600 километров, и он может похоронить свои надежды в этой пыли. Реальные дальнобойщики. В Бёрдсвилле, Квинсленде, 4 утра. Барнзи предстоит непростой день. Что ж, выдвигаемся. На 5 часов раньше, чем мне хотелось бы. В 170 километрах к западу застряли туристы. И Барнзи отправляется в суровую пустыню Симпсон на их розыске. Никогда не знаешь, что может случиться. Но сначала ему нужно взобраться на гигантскую 40-метровую песчаную дюну. Настолько известную, что она даже имеет свое название. Вот мы и добрались до Большой Красной. Отсюда начинаются дюны. Если шины вытянут, хорошо, а если нет, сам здесь застряну. Сильный ветер разбросал песок, и дюны стали мягче и глубже. Половину из того песка, что составляет верхний слой, принес вчерашний ветер. Он преодолел первую часть Большой Красной дюны. Но впереди еще больший подъем. Шины с ним уже не справляются. Вот и все. Один ноль в пользу Большой Красной. Наверху совсем мягкое. Все из-за ветра. Вчера сильно намело. Барнзи придется приспустить шины, после чего у него, возможно, появится шанс преодолеть Большую Красную дюну. Но при низком давлении внутри шин сильно возрастает вероятность проколов. Так мы получим Большую поверхность соприкосновения с песком. Если Барнзи не преодолеет эту дюну, три человека будут оставлены на произвол судьбы. Вот так, попробуем. Я так боялся, что завтрашнего дня не будет. Я чувствовал, как у меня волосы сидеют. После недель без Большого груза дела Турбо снова пошли в гору. Четырем разным заказчикам срочно нужно перевезти груз в Дарвин. И они хотят нанять для этого Турбо. Теперь я могу вернуться к любимому делу, которое у меня получается лучше всего. Буянить на дорогах! Из Брисбена Турбо отправится на север, в Чартерс-Тауэрс, откуда ему предстоит долгая дорога на запад в Дарвин. Всего ему предстоит преодолеть почти 4 тысячи километров. Турбо отчаянно нуждается в деньгах, и эта работа поможет поправить его финансовое положение. Есть и шок про шалтая болтая, который свалился со стены. Так вот, в моем случае, вся королевская конница и вся королевская рать могли бы меня собрать. Вот так, сдай назад. Впереди длинный день. Турбо предстоит погрузить на два прицепа 4 отдельных груза. Постоянно в пути! Сначала в прицеп отправляется сделанный на заказ фургончик. Его стоимость — 150 тысяч долларов. А еще не все, сдай назад. Второй груз — лодка за 50 тысяч долларов для врача из Дарвина. Пытаюсь отправить ее точно в центр прицепа. Вот так. Осталось закрепить второй прицеп, и все готово. Разные грузы для разных заказчиков — дополнительная головная боль для Турбо. Денек будет долгим. Оставив прицепы на стоянке, Турбо отправляется в пригород за последним грузом. Будет очень непросто. Турбо придется пробираться по пригородным улочкам, не рассчитанным на 20-метровую фуру с прицепом. Нужно сохранять полное спокойствие. Он думает, ему все удалось. Но слепое пятно выше, чем он полагает. О, черт! Что Турбо совсем не нужно, так это непредвиденный ремонт. До места доставки всего 200 километров. Стив Грэм преодолел бездорожье Центральной Австралии. Он почти добрался до Алис-Спрингс. Проблемы на дороге стоили Стиву времени на разгрузку. Это значит, что разгрузка и загрузка затянутся до завтра. Чтобы отбить время, ему нужно ехать как можно быстрее. До дома еще 4000 километров. Сегодня седьмой день. А в Дарвине мне нужно быть на 15-й. Я больше не могу терять время. Вот и хребет Макдоналла. Скоро въеду в Алис-Спрингс. Здорово оказаться здесь и передать груз кому-то другому. Но Стив рано радуется. Только двое рабочих могут разгрузить прицеп Стива. И сделать это быстро у них не получится. Эти рамы так закреплены, что при неправильной разгрузке могут упасть. Тут нельзя спешить. Нужно делать все в особом порядке. Стив уже опаздывает на день. И он обеспокоен, что это еще не все задержки. Дорога Танами – это еще тысячи километров. Порой это тысячи километров более. Было бы здорово разгружаться быстрее, но это невозможно. Все еще медленнее, чем я думал. Несмотря на все старания, Стив теряет драгоценное время. Я не могу ускорить процесс. И не понимаю, куда все ушли. На перерыв, что ли? Работа встала. Стив, Тинни и следующий груз стоят на месте. На спасательной миссии в пустыне Симпсон Барнзи и его грузовик могут сами угодить в неприятность. Очень мягкая поверхность, ветер нагнал песка. Огромная дюна вынудила Барнзи отступить и приспустить шины. Думаю, этого достаточно. Пониженное давление в шинах позволяет им лучше сцепляться с дорогой. На этот раз ему все удается. Здорово. Но не сказать, что весело. Но впереди еще не одна дюна. Я не могу въехать на гору быстро. На каждый холм приходится вползать. Потеряв время на большой красной дюне, Барнзи хочет ускориться. Нужно понимать, насколько здесь непростая дорога. Но изда на приспущенных шинах может привести к проколам. Я беспокоюсь о шинах. Если на дороге окажутся ветки, у меня будут крупные неприятности. Если Барнзи проткнет больше двух шин, все будет кончено. У меня только одна запаска. А порой хочется, чтобы их было десять. Каждое колесо стоит 1600 долларов. Настоящее разорение. Какое-то время дорога идет вдоль высохшего озера. И снова въезжаем в пески. Мы уже прошли 160 километров. Далековато до дома. Сюда нельзя соваться неподготовленным, иначе застрянешь. Для застрявших здесь водителей Барнзи единственная надежда. Большинство рады меня видеть. Теперь надо смотреть в оба. Они должны быть где-то рядом. Когда я подъезжаю к месту встречи, то начинаю высматривать ребят издалека. Они могут устроить лагерь вдали от места поломки. Барнзи начинает беспокоиться. Он уже должен был их найти. Мы не так уж быстро едем, так что не могли их не заметить. Он не знает, сколько еды и воды было у туристов. А обезвоживание в этих местах может привести к смерти. Реальные дальнобойщики. В пригороде Квинсленда с Турбо случилась неприятность. Дерево решило поломать мой грузовик. Выхлопную трубу повредило веткой. Теперь грузовик не может ехать, и что еще хуже? Часть груза разваливается на куски. У прицепа отвалилась часть обшивки. Под струей воздуха она совсем развалится. Дверь вырвает, и стенки отлетят. Придется обмотать все тросами, чтобы этого не случилось. Но этот заказ ему необходимо выполнить. Эта семья переезжает в Дарвин и хочет взять с собой все вещи. Это хорошо сюда встанет. Пока Турбо руководит погрузкой... Давайте в этот угол. Сосед предлагает починить его выхлопную трубу. Нужно просто отсоединить, а потом снова прикрепить. Так просто? Хорошо. Эти сумки можно положить назад. Видите? Вот так. Даже несмотря на помощь, погрузка заканчивается только в полночь. Так, опускаем. И грузовик починен. Я устал. Но такова наша собачья доля. Следующий день начинается с хорошей новости. Лучший друг Турбо и король караоке Джеймс присоединится к нему в этой поездке. Джеймс вызвался помочь мне с перевозкой грузов. Заодно добавит себе часов вождения автопоездов. Скорей бы на бездорожье. О, да. Точно. Но перед отправкой нужно сделать еще кое-что. Заправиться. Грузовик Турбо вмещает более тысячи литров дизельного топлива. Это около 1400 долларов. Недостаточно средств. Недостаточно? Да. Я только из банка разбирался с проблемой, и мне сказали, что все в порядке. Не знаю. Попробуйте его карту. Конечно. Заберите свою. Прошло? О, черт. Мы что-нибудь придумаем. Всего-то. Мою карту отклонили. Мы попробовали карту Джеймса, и его тоже не прошло. Нам не хватает. 1440 долларов. Турбо попросили оплатить счет или загнать машину на стоянку. Снова задержка. Как обычно, время-деньги. Валис Спрингс, Стив Грэм безуспешно борются с поджимающим расписанием. Я хотел выбраться на дорогу два-три часа назад, чтобы добраться до Танами как можно быстрее. Всего за шесть дней он должен доставить два груза и прицеп за 4000 километров. Хорошо, что два прицепа освободились. Можно их загружать, грузить контейнер и выдвигаться. Отсчет пошел. Внутри контейнера домашняя мебель. Для Стива это тревожный сигнал. Мебель и дорога Танами – очень плохая компания. Если мебель плохо закреплена, груз превратится в кучу щепок. Спасибо вам большое за помощь. И вам спасибо. Последнее приготовление. И Стив с Тинни готовы ехать. Здорово снова быть в дороге. Бодрый старт следующего отрезка пути. Но радость преждевременно. Ну вот началось. Мы въехали на Танами, и нас уже начинает трясти. Будто дорога напоминает мне, куда мы попали. Стив еще не оклемался от тряски великой центральной дороги. Как пришла очередь Танами, растрясти грузовик и водителя до самых костей. Мы примерно там, где они должны быть. В глубине пустыни Симпсон Барнзи бороздит песчаные дюны в поисках застрявших туристов. Вообще-то они должны быть неподалеку от места поломки. Барнзи проехал ровно 170 километров от Бёрдсвилла. Туда, где должны быть туристы, но не может их найти. И вдруг он замечает одинокую фигуру. За холмом низина. Наверное, они там и сидят. Подвезти, приятель. Привет! Привет! Билл! Как дела? Привет, ты как? Хорошо. Мы прямо за этим холмом. Вниз и вправо. Без проблем. Они там, где-то справа. Вон, похоже, всё в порядке. Наконец, прибыла кавалерия. Доброе утро! И вам тоже. Как вы тут? Нормально. Нормально. Мы сломались, позвонили. И стали ждать. Сегодня третий день. Джон Барнзи. Джон. Мой брат Билл. Мы встречались. Он вышел на дорогу. Спасибо, что приехали. Да не за что. Мы испытали огромное облегчение, когда увидели его грузовик. Повреждённая машина на ходу. Но она больше не может ехать на полном приводе. Мы можем ехать, но не по такой местности. Всё равно, что ехать на велосипеде. Ленд-Ровер весит три тонны. И Барнзи придётся тащить его по тем же дюнам, которые он едва преодолел без груза. Ручник-то работает? Чтобы вернуться, Барнзи придётся увеличить давление в шинах. На этот раз он подкачивает их, чтобы справиться с большим весом. Доведу до 50. Но теперь он куда больше рискует застрять. Эта дюна не настолько и большая. Хорошо бы влезть. Дополнительный вес сильно усложняет задачу. Проваливаемся. У 13-литрового двигателя В8 может не хватить мощности. Ещё раз. 1440 долларов. Кредитную карту Турбо не приняли. И он не может заплатить за топливо. Ему нужно чудо. Ответом на его мольбы может стать проходящий грузовик. Этот добрый самаритянин может одолжить ему денег. Стоуни помог нам выбраться из передряги. С каждым может случиться. Стоуни такой же водитель-частник и понимает, что такое финансовые проблемы. Если мы не будем помогать друг другу, тогда суши весла. Спасибо, Стоуни. Турбо не верит в свою удачу. Но вот я могу влезть в грузовик. Завести мотор. И отправиться в путь. Поехали, вперёд! Но Турбо придётся поднапрячься. Он уже отстаёт от графика. Двухчасовая задержка вынуждает нас давить педаль газа в пол. А ещё ему нужно подцепить прицепы. Джеймс поедет за ним в машине. Как только первый груз будет доставлен, её погрузят на прицеп. Ну всё, едем. Наконец, после недель простоя и нескольких дней погрузки, Турбо готов выехать. Но задержать его могут и непредвиденные обстоятельства. Пропускаю стадо коров. Поехали! Спасибо, что пропустила, девочка! Турбо жаждет преодолеть большой отрезок пути. Но его груз столкнулся с ветром, дующим со скоростью 100 км в час. Что равняется урагану первой категории. И он замечает кое-что, что ему не нравится. Обвязка повреждённых стенок прицепа не выдержала. Боковые панели вот-вот отвалятся. Ветер врывается в прицеп и создаёт давление, из-за чего стенки разваливаются. Если Турбо не решит эту проблему, клиенту доставят прицеп без стен. Чёрт! И он стоит 30 тысяч долларов. Пластик! Реальные дальнобойщики. В отдалённой Центральной Австралии Стив Грэм вновь столкнулся со старым врагом – дорогой Танами и её бесконечными кочками. Придётся потерпеть. А на горизонте появляется ещё одна неприятность. Вижу пожар. Интересно, насколько близко он подходит к дороге. В пустыне очень сухо, и скорость огня может быть выше скорости грузовика. Стив надеется, что крышка бензобака не пропускает топливо. Утечка горючего может обернуться катастрофой. Если огонь подойдёт близко к дороге, придётся остановиться и проверить крышку бензобака на герметичность. Но через несколько километров Стива останавливает водитель встречного грузовика. Понял, я как раз подъезжаю к вершине холма. Сейчас увидимся. Принято. Он едет из Балга. Хочет, чтобы я взял что-то обратно. Что у тебя, Полп? 20 литров бензина. Забыл его передать. Он поместится в боковое отделение для инструментов? Да. Не протекает? Нет. Груз хуже не придумаешь. Сейчас даже атомная бомба лучше, чем бензин. А в чём проблема? Хуже не придумать. Дополнительное топливо в охваченной огнём местности. Хочешь повезти? Только передачи не переключай. Глазам не верю, там грейдер. Прямо бальзам на душу. Люблю грейдеры. Грейдер разгладил часть дороги впереди. Сколько вы разгладили? Мы только с границы Западной Австралии. Едем к асфальту за Танами. В Западной Австралии совсем плохо? Не то слово. Ясно, не страшно. Как-нибудь проеду. Хорошей поездки. Водитель грейдера сказал, что... Чёрт. Там был большой камень прямо по центру дороги. Мог пробить обшивку. Надеюсь, только ударил и ничего не повредил. Надо посмотреть. Придётся остановиться. Удар оказался мягким. Серьёзное повреждение могло бы окончательно разрушить планы Стива. Проваливаемся. В безжизненной пустыне Симпсон Барнзи пришёл на помощь группе застрявших туристов. Но теперь ему самому может понадобиться помощь. Откатимся назад. Если он не заберётся на эту дюну, ему придётся оставить ленд-ровер за 50 тысяч долларов в пустыне. Вот так. Отлично. Следующие 10 километров придётся ползти. Не так-то просто ехать с вашей машиной. У вас запаска упала. Ещё что-то упало. Из-за этой тряски расшатались крепления газового баллона. Придётся положить его на заднее сиденье. Так гораздо безопаснее. Больше ничего упасть не может. Вот и хорошо. Разве что сам ленд-ровер свалится. Если свалится, не останавливайся. Высохшее озеро – долгожданная передышка от песчаных дюн. Но впереди участок дороги с острыми ветками. Страшно проезжать по этим веткам и корягам. Что-то случилось. Шины Барнзи выдержали. Как вам такой номер? Застряло в двери. Но дерево всё-таки зацепило машину. До дома километров семьдесят. Но между Барнзи и Бёрдсвиллом стоит мать всех дюн. До Большой Красной доберёмся к закату. До дома километров сорок. Но пустыня всё ещё держит Барнзи в своих тисках. Из неё не так-то просто выбраться. Большая Красная. Сорокаметровая Большая Красная дюна – самая большая дюна пустыни Симпсон. Наблюдать закат с её вершины – незабываемое зрелище для туристов. Но сегодня они станут свидетелями ещё большего шоу. Барнзи идёт на подъём со всем грузом. Вот и Большая Красная. Добрались. Вот и выбрались. С виду не так и сложно. Миссия завершена. После 17-часового путешествия Барнзи, его грузовик и трое спасённых туристов выбираются из пустыни Симпсон живыми. Пластик! Недалеко от Квинсленда Турбо и его друг Джеймсу помешал ветер. Прицеп, который они перевозят, стал рассыпаться на части. Смотри. Один, два болта. А где ещё два? Ему нужно найти способ решить проблему, и он решает поменять прицепы местами. Поменяю задние и передние прицепы. Перемещение груза за воздушную струю может уладить дело. Турбо надеется, что это поможет, но ему трудно поверить, что ущерб настолько велик. Это просто невероятно! Турбо приближается к первой остановке. Недалеко от Чартерс Тауэрс фермер поджидает свою автоцистерну. Разгрузка должна была пройти гладко, но подъехав к насыпи на обочине, Турбо замечает проблему. Я знаю, что мне нужно сделать. Придётся сесть за экскаватор и сравнять насыпь с прицепом. Турбо решает сделать это самостоятельно. Проще простого. Но сделать твёрдую насыпь из сыпучего песка куда сложнее, чем кажется. Всё проваливается в дыру. Была просто яма, а теперь целый бассейн. Последние штрихи и шедевр Турбо завершён. Давно я не рыл землю. Ладно, давай избавимся от этой штуки. Скорей бы. Автоцистерна готова к выгрузке. Сдавай назад. Стой. Что такое? Систерна застряла? Попробуй сдать вперёд. Джеймс выжимает из неё всё возможное. Проклятие. Тормоза отстойные. Ладно. Газой. Дави. Есть! Стоп, 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 стоп! У неё нет тормозов. Нет тормозов? Вообще нет. В следующей серии Стив Грэм пересекает пустыню. Возможно, Танами его добила. И неожиданно ломается в пути. Турбо теряет деньги. Эта штука вытащила из моего кармана три с половиной тысячи. Когда крен выходит из-под контроля. А молодой водитель Уилл МакКей испытывает на себе кочки и камни. Эта трясучка с трудом переносится и грузом, и машиной. В доставке срочного груза на скачке. Мне нужно попасть туда в срок. Субтитры сделал DimaTorzok